Современные люди уже просто не могут обходиться без гаджетов. Они очень прочно вошли в нашу жизнь, став непременными атрибутами и помощниками во всех делах. Дети же пользуются ими начиная с самого раннего возраста. Однако, как и большинство явлений в нашей жизни, здесь есть и обратная сторона. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Нынешним поколениям людей просто необходимо уметь пользоваться гаджетами, ведь в современном мире новые технологии занимают важное место. Также в сети интернет существует большое количество развивающих приложений, качественных игр, которые помогают развивать детям логику, память, изучать различные школьные предметы даже в самом раннем возрасте. Но вместе с этими плюсами приходит и зависимость. Специалисты считают, что она возникает, когда у человека нет внутреннего регулятора поведения. Если вы понимаете, что вы же не можете обходиться без гаджета, если вы понимаете, что вам уже нечего делать, что вам скучно, что ваши руки все время тянутся туда, что вы хотите залезть и там пребывать, то это уже говорит о том, что у вас есть сформированная зависимость от виртуального мира. Вот тут нужно уже призадуматься. Ведь есть реальный мир, в котором тоже много хорошего и интересного, в котором можно реально жить, а не находиться все время в том мире, который придуман Кент. Взрослые люди более умело распределяют свое время, проведенное в гаджете, и стараются сделать его помощником, а не игрушкой. Чего нельзя сказать о детях и подростках, которые полностью погружены в виртуальный мир, выбраться из которого для многих огромный стресс. Мы решили узнать у тверичан, считают ли они себя зависимыми от гаджетов, и как именно используют современный девайс. Скажите, можете ли представить свою жизнь без телефона? Нет. Читаю полезную информацию, ну и просто весело провожу ее по телефону. Много ли молодежи сейчас времени проводят в гаджете? Да, очень много. Развитие большое. Больше пользы? Я сижу обычно в ТикТоке или в Телеграме, переписываясь с людьми. Как вы считаете, есть ли у вас зависимость от телефона? Думаю, наполовину, потому что иногда, если у меня не будет телефона, то, в принципе, я смогу жить. А можете ли представить свою жизнь без гаджетов? Нет. Ну, они умеют работать с информацией, ну и такой способ у них общения. Ну, это не очень хороший, конечно, подход, но чтобы было интересно жить не в телефоне, а в другом месте. Ничего другого, видимо, мы не можем предложить. Как и у каждого явления, у современного бума технологии есть явные плюсы и минусы. Гаджеты действительно могут навредить и физическому, и психологическому здоровью, если ими злоупотреблять. Однако их правильное и дозированное по времени использование способно принести ощутимую пользу.